всем привет у нас три дня назад было супер событие у нас появилось первое золотое яйцо почему золотое я вам сейчас расскажу в общем вот так вот нас сейчас курятник выглядит более-менее на самом деле вся система работает сейчас расскажу про некоторые недочеты заодно как бы как отчет сделаем но еще у нас вот такие вот сюрпризы уже каждый день это уже вот вместе с вот тем это уже четвертое у нас четвертое яйцо надо забирать вообще пока не еще вот такие вот маленькие я вам покажу в сравнении с магазинами какие они реально раза два наверное меньше но суть в другом они реально золотые в общем немножко расскажу про нюансы которые у нас вылезли за последние наверное месяца три да у нас уже кур или два я даже не знаю точно но первое это вот кукурекать начал петух начал кукурекать он реально недели три назад потом он начал топтать курей мне кажется именно это и стимулировало процесс ну хотя это не скорее всего не так но неважно немножко по недочетам значит наша система вот это вот выгребание она в принципе оказалась очень удобной кроме одной вещи вот эту крайнюю из-за бункера вынять невозможно то есть приходится мне поднимать весь щит потому это нужно было бы конечно учитывать в начале потому что бункер сдвинуть я не могу я думал что я буду отодвигать но я него сейчас насыпаю реально два мешка комбикор плюс мешанка и он неподъемный касательно вот этого вот посыпки получилось вполне отлично я за все это время один раз ее поменял запахов никаких нету только вот когда уже перед самой сменой уже было так бы не совсем тут комфортно находиться вся эта стружка это стружка не тырса я подчеркиваю стоит наверное не знаю мешков 6 7 стоит 2 доллара от силы 50 гривен я заплатил значит так это видео уже какой-то степени мини отчет то расскажу и про отопление начата 200 ватная лампочка горит у нас почти постоянно она по термостату когда на улице стало минус 9 минус 9 по моему да где-то минус 8 минус 9 было уже точно и открытой выгуле у меня здесь температура опустилась до минус 1 и замерзла внизу вода поилка даже при том что я поставил такую вот шторку там но она реально помогла но все равно при минус 9 и уже начинает короче здесь на полу уже минус 1 потому при минусовой температуре в общем дверка дверку я не открываю выключаю просто таймеры на сонафе и температуры куры не ходят мне проще их оставить здесь чем я буду заниматься открыванием закрыванием каждый раз мясорубка работает на ура реально два мешка в бункер засыпаю сюда можно в принципе не ходить вообще наверное месяц полтора можно не ходить но воды не хватает воды начали пить сильно больше чем поначалу возможно из-за яиц не такаются хотя четыре яйца еще ни о чем но бак я летом поставлю раза в два больше чтобы наливать его реже потому сейчас наверное нужно наливать каждые четыре дня этого бака воды на четыре дня значит немножко еще по затратам самого начала у нас короче говоря сдохла в итоге 4 курицы но они сдохли не одновременно по очереди или три или четыре сколько не помнишь 4 4 курицы сдохла в общем закончилось все это тем что я купил антибиотик какой-то там добавил в воду они все его пропили все нормализировалось в итоге я естественно докупил курей чтобы было количество у нас сейчас 13 курей 14 петух то есть всего 14 голов и вот им корма я уже сказал два мешка нам наверное месяца полтора и воды 20 литров в неделю грубо в общем яйца как вы поняли реально пока золотые то хватит уже грубо говоря сейчас мы покажем хоть какую-то разницу я надеюсь она будет между магазинами эти ради чего все это делалось но как минимум здесь должно быть что-то лучше еще из интересных плюсов и не знаю кому плюсов кому минусов это то что у нас куры заменили свиней то есть мы очень много отходов которые раньше просто уходили банально либо на компост либо в городе это просто было в мусорник сейчас это все отдается им они все это дело отлично едят это картофельные опилки опилки были картофельные опилки стружка и выпили сок виноградный компот который мы закручивали и я тоже отлично все все им пошло в общем вот такие у нас три яйца самые маленькие это было первое через день появилось еще одно а потом в подряд вот эти два яйца появились в один день но это яйцо похоже уже от другой курицы потому что эти совсем уж прям одинакового размера а это вот магазинная с 0 это вот самое большое которое есть в магазине так что видите в принципе наверное маленькие там процентов на 30 точно меньше а это вот вообще сказал бы я так что почти раз посмотрим вообще чем они отличаются в общем сейчас расквасим посмотрим так это у нас магазинная и до файл но ничего так дубль 2 попробую разбить так чтобы остался целое яйцо яйцо чтобы осталось целый желток блин отлично достаточно желтая скажу этой магазина яйцо может он но они уже научились кормить их чем-то швакой берем большой маленькой думаю маленькой берем это примерно по-моему наши самые первые вот мы попробуем с него так ну шо вы яичница будет сегодня да ты шо магазинная желтее чем настоящие домашние вывод знаете какой на фабриках уже добавляют какую-то фигню в корм чтобы желток был желтый потому что у нас курица есть все самое обычное обычная пшеницу этот врубленную кукурузу там рыбная мука и комбикорм в общем ради чистоты эксперимента решили разбить еще большое посмотрим я думаю будет такое же потому что питаются они одинаковым кормом все-таки да домашние яйца имеют условно одинаковый желток ну что это наши золотые яйца это уже это непонятно апельсиновые эти реально золотые в общем вот мы получили первую прибыль от наших курей лет через 250 мы где-то окупимся ну надеюсь они хоть вкусные будут всем пока